Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня в обзоре посылка с любимого селька. Это магазин Ивановского трикотажа по очень доступным и приятным ценам. Я заказала 4 полотенца. Это маленькие полотенца для рук. Размер их 50 на 90. Взяла в 4 разных оттенках. Каждому, так сказать, своем. Очень нравится качество полотенец у любимого селька. Мне нравится, что полотенце действительно впитывает влагу. Нет этого чувства влаги на руках после того, как попользовался этими полотенцами. Собственно, поэтому я их постоянно беру. Также заказала младшему сыну штанишки. Мы сейчас начинаем понемножечку ползать. Конечно, это сейчас такие неуверенные движения, но все идет к тому, что скоро поползем. И бывает, я его в течение дня держу без памперса. Надеваю штанишки, памперс не надеваю и, естественно, все свои дела он делает в штанишке. Поэтому за день я меняю 5-6 штанишек. Их никогда не бывает много, поэтому заказываю. Также заказала 2 бодика. Они немножко побольше. Сейчас, в принципе, бодики нам не нужны. А когда наступит зима, я думаю, будет в самый раз. Очень хорошее качество у детского трикотажа. Просто приятно трогать. Причем и после стирки качество вещей не меняется. Цвета не линяют. И изделия не растягиваются. Вот какими они есть, такими они и остаются. Или как эти костюмчики называются? Я что-то забыла. Ну, я знаю, меня любят поправлять в комментарии. Вот вам повод. И заказала комплект постельного белья. Я взяла полуторку в голубом оттенке. На молнии под одеяльник и наволочка. Это новая ткань у любимого селька. Или, по крайней мере, я такую ткань раньше не видела. На ощупь как атласная ткань. Как атласное постельное белье. Если вам нравится такая вот ткань, то обязательно заказывайте. Очень приятная, классная. Комплект постельного белья шикарный. Он хорошо прошит. Молнии вот такие вот маленькие, незаметные. Сну не мешают. И здесь абсолютно все элементы одного цвета. Конечно же, есть и в других оттенках комплекты постельного белья. Мне очень понравилось. Я эту ткань закажу на двухспаленную нашу кровать. Ссылку на интернет-магазин любимого селька, как всегда, оставлю для вас в описании под видео. Проходите. И постараюсь оставить ссылочки на товары из видео. Ну, в принципе, детские вещи в разделе детские вещи. А вот на комплект постельного белья оставлю ссылочку. И смотрите, какая красота. Сегодня у меня на коррекции здесь покрытие полтора месяца. На ногте указательного пальца. Отпало покрытие. Вот она с ним пришла. Оно было на лейкопластыре. Такой прикольный ноготок. Как знаете, типсы продаются. Готовы уже с готовым дизайном. Я, к сожалению, не засняла вид сбоку. Почему-то я об этом вспоминаю именно когда монтирую видео. Думаю, черт, ну надо же было сбоку заснять. Но когда я переворачиваю руку, можно увидеть, что ногти не уходят вниз. Они никак не деформировались. Они остались с той формы, которую я им задала при моделировании. Единственное, что они отросли. И если на некоторых ногтях ногти растут в сторону, например, на указательных пальцах, то и покрытие немножко повернуло в ту сторону. Но оно не клюет, не падает и ничего с ним не происходит. В общем, она намучилась с этими ногтями. Конечно же, первые 4 недели было комфортно. А вот потом уже начала немножко мешать длинная. Это понятно, ногти очень длинные. Но не захотела найти к другому мастеру и дождалась, пока я выздоровлю. Приступаю к снятию старого материала. Убираю сначала длину, чтобы лишнее не пилить. И она сказала, что длину убрать 7-8 миллиметров. Она ей ужасно надоела, поэтому, собственно, убираю. Далее снимаю старый материал. Здесь я пилила очень долго. Практически на всех ногтях отслойки. Это утомляет, это выматывает уже на этапе снятия. Лично я ужасно устаю, когда вот столько много материала нужно снимать, да еще и отслойки. То есть нужно допиливаться практически до натурального ногтя. При хороших условиях, если бы не было отслойки, я бы могла оставить слой материала, не трогать его. То есть он отлично держится и смысл его убирать нет. А сверху просто сделать новую архитектуру, новой капелькой материала. Но нет, нужно обязательно убрать все отслойки, чем я и занимаюсь. Далее пилочкой передаю форму свободному краю. Хоть длину мы убрали достаточно прилично. Клиентка говорит, хочу миндаль поострее. Ну, выпилить из такой длины острый миндаль... Ну, лично я на этих руках не увидела это рационально. Мне показалось, что это будет смотреться не очень хорошо. Поэтому выпиливаю настолько узкий миндаль, насколько, на мой взгляд, позволяет длина свободного края. И обязательно пилочкой прохожу по поверхности. Мне нужно убрать глянец отрожшие части ногтевой пластины. И также пилочкой я доубираю те мелкие отслойки, которые не удалось подцепить фрезой. Все-таки фреза работала уже максимально близко к ногтевой пластине. И я боялась, что клиентке будет горячо. Поэтому на некоторых участках я не дорабатывала фрезой. Знала, что потом доработаю пилкой. Теперь маникюр. Здесь все стандартно. Здесь, слава богу, никаких подводных камней нет. Отодвинула кутикулу и фрезой выполняю маникюр. Убрала пыль. Ногти готовы к покрытию. И давайте сравним, что было и что стало. Конечно же, кардинальная разница. Вот я ноготь на среднем пальце показываю. Видно, что со стороны кутикулы также отслойка. Но как раз-таки я вот эти 7 мм где-то и убрала. Приступаю к покрытию. Наношу праймер. Я беру кислотный праймер. Так как ручки проблемные. Ну, опять-таки, может они и не проблемные. Просто клиентка слишком долго ходит с покрытием. И еще плюс такая длина дала себе знать. Но все-таки на всякий случай взяла кислотный праймер. Далее наношу грунтовочный слой каучковой базы. Втираю материал в поверхность ногтя. Ну и, собственно, ноготь поломанный нужно нарастить. Я это делаю с помощью полигеля. Для меня это максимально удобный способ нарастить ноготь на бумажную форму. Выставляю капельку материала у свободного края. И кистью, смоченной в обезжиривателе, придаю свободный край, который нам нужен. Захожу полигелем немного на ноготь, чтобы при опиле новый свободный край не отвалился. И обязательно нужно перекрыть точки в роста. Обязательно нужно следить, чтобы от точек в роста выходили прямые линии, не было никаких ступеней. Полигелем это очень удобно делать. Он никуда не затекает. То есть, если бы я сейчас гель наносила вот так вот у точек в роста, он мог бы утечь на кожу. С полигелем ничего подобного не происходит. Это просто кайфовый материал в плане работы. Вот выравнивать и укреплять ногти буду камуфлирующим гелем. Наношу капельку материала. Здесь также все стандартно, ничего нового. Но я просто обожаю этап выравнивания ногтей гелем. Также, помимо того, что эта клиентка любит узкий миндаль, несмотря на длину свободного края, она еще и любит бугорки на ноготочках. Она говорит, сделаешь мне бугорочки? Ну, собственно, даже и без просьбы сделать ей бугорочки, я бы все равно делала второй слой укрепления, так как ногти сами по себе плоские от природы. И после первого укрепляющего слоя, смотрите, они смотрятся плоско, некрасиво. Не хватает бугорочка в зоне апекса. Поэтому набираю капельку материала и выстраиваю вторым слоем этот самый бугорок. Вот, смотрите, какой получился бугорок. Так ноготочек смотрится, на мой взгляд, более симпатично и презентабельно. Ножи напил. Выравниваю боковые параллели. Видите, как сразу они изменились. Они были наплывами, а стали такими ровными, четкими линиями. И прохожу пилочкой по торцу, опиливаю ноготочек как трубочку, чтобы сгладить вот эти вот площадочки, которые получились после опила боковушек. Ну и, собственно, теперь приступаем к покрытию. Клиентка, как обычно, выбирает люминесцентный гель-лак. Это гель-лак от Савелэнд. Я заказывала его на Лакбари. Возможно, там они остались. Не знаю, посмотрите. Также они были на Алиэкспресс, но уже нет. Ей очень нравится вот этот вот красный оттенок. Он такой прям алло-красный. Наношу его во второй слой. На втором слое выравниваю цвет кутикулы тоненькой кисточкой и хорошенько везде прокрашиваю, чтобы он лежал плотным слоем. Люминесцентные гель-лаки немного капризные. И если их наносить неаккуратно, так сказать, то они могут оставлять проплешины. На ногтях, где будет дизайн, мы также наносим люминесцентный гель-лак, только уже в белом оттенке, также от Савелэнд. Далее мне нужны слайдер дизайна. Я их заказывала на Алиэкспресс. Ссылочку оставлю в описании, если найду, так как заказывала очень давно. И отпечатываю красную фольгу на ногтях, где у нас будет дизайн. Далее слайдер дизайна выбранный. Прикладываю на влажную салфетку. Нужно, чтобы бумажная основа размокла. Наношу тоненьким слоем базу на ногти, где хочу крепить слайдер. И на непросушенную базу прикладываю слайдер дизайн. Поправляю, выравниваю, хорошенько прижимаю пальцем, чтобы убрать все воздушные карманчики. И отправляю в лампу. Ну, собственно, все то же самое дело на остальных ногтях. На ногтях безымянных пальцев у нас будет мальчик и девочка с такими забавными пазлами, сердечками. Гель паутинкой делаю контур надписям, как бы отделяю их, делаем рамку. Ну и перекрываю все ногти топом. У меня глянцевый супер топ от BornBriti. Ну, не скажу, что он прям супер-пупер носится. Носится как обычный топ. Ну и напомню, какие ногти были до. Очень отросло покрытие, очень длинные ногти. И вот такие ноготочки получились. Она очень любит красный цвет и все его оттенки. Поэтому других оттенков я и пока не делала. Ну и вот так вот ногти светятся в темноте. Она безумно любит этот эффект. Полюбила и теперь других гель-лаков обычных не хочет. Ну, а я надеюсь, вам было интересно это видео. Если это так, жду от вас лайк. Если понравилось преображение, оставляйте смайлик в комментарии, который у вас ассоциируется с этим дизайном. Ну или просто сердечко. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если нравятся мои видео, чтобы не потерять их на просторах YouTube. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня.